Америка Американские ценности должны были восторжествовать во всем мире. Президент Вудро Вильсон сделал американскую внешнюю политику мессианской. Вильсонианство доминировало сто лет. И вот эта эпоха закончилась. Европейские политики, такие как Штанмайер, подтверждают такой вывод. С избранием Трампа президентом США старый мир 20 века закончился. Если Трампу удастся сделать внешнюю политику США более прагматичной, трезвой, отказаться от мессианского предназначения Америки, от навязывания всем своих ценностей, я думаю, что российско-американские отношения продвинутся вперед очень быстро. Есть много мировых проблем, где наше сотрудничество было бы продуктивным. Хотя, конечно, такой поворот будет проходить с тряской на ухабах. Задето много интересов серьезных сил. Придется переделывать многие международные структуры. Например, НАТО. Об этой организации Трамп сказал, что она устарела. И мы с этим согласны. НАТО живет целями холодной войны с Советским Союзом. О первых решениях президента Трампа, а некоторые из них радикальные, репортаж Анатолия Лазарева. Некоторые предпочитают сверху, другие снизу, третьи насквозь. Высокий забор между США и Мексикой есть и сейчас. Его начали строить еще в 94-м. Потом забросили. Пока в 2006-м президент Буш не решил реанимировать проект. Но сказать, что граница на замке, это невозможно. Во-первых, при ее протяженности в три с лишним тысячи километров с заграждением хотели перекрыть лишь 1100. Самые проблемные участки. Да и то в итоге не хватило денег достроить. А во-вторых, о чем говорить, если нелегалы умудряются перетаскивать через забор даже джипы. В этом случае, правда, машина застряла. Ее бросили. Снимать автомобиль пришлось уж пограничникам. Стены Трампа они ждут не дождутся. Хоть кирпичная стена, хоть бетонная, любой забор с датчиками, наблюдение с воздуха. Нужно помочь пограничникам. Не справляемся. Строительство стены на границе с Мексикой, да еще за ее счет, первое и самое яркое обещание тогда еще лишь кандидатов президента Трампа. Мало кто воспринял всерьез. Напрасно. Министр внутренней безопасности, я и моя команда немедленно начинаем процесс по строительству стены. Она очень нужна. Вы знаете, насколько сильно она нужна. Она также поможет Мексике сократить нелегальную иммиграцию из Центральной Америки, нарушив работу преступных картелей. Как я много раз говорил, мы выгоним преступников, наркоторговцев, бандитов. Полгода на подготовку и начнут строить. Трамп считает, что сначала платить будет американский бюджет, но затем эти расходы Вашингтону компенсирует Мехико. Цена вопроса по разным оценкам от 10 до 40 миллиардов долларов. Мексика в любом случае платить не будет, заявил президент страны Энрико Пенья Нета. Его визит в Вашингтон 31 января отменен. Они хотят продолжать отправлять к нам нелегалов и наркотики. Они почти ничего не делают, чтобы остановить эти потоки. Мексика должна оплатить стену, так как они очень много зарабатывают на нас. Просто тонну денег. 60 миллиардов долларов в год, как отметил президент. Пытаясь прижать правительство Мексики к стенке, Трамп уже заявил, что оно все равно заплатит. Для этого США могут ввести 20-процентный налог на импорт мексиканских товаров. Не забывайте, что все остальные 160 стран так и поступают. Мы, наверное, единственное ведущее государство, которое не облагает налогами импорт. Мы и сейчас берем налоги с экспорта, а не с импорта. Помимо стены предполагается также массовая высылка нелегальных эмигрантов, а также прекращение федерального финансирования городов, если откажутся их выдавать. Это так называемые города-убежища, в числе которых, например, Нью-Йорк и Бостон, которые открыто саботируют действия федеральной миграционной службы. Полиции там предписано не сотрудничать с федеральными агентами и не депортировать нелегалов, если они не совершили уголовных преступлений. 28% населения Бостона иммигранты. У 48% наших детей, как, например, у меня, по крайней мере, один из родителей родился за рубежом. «Бостон помог мне и моей семье, и до тех пор, пока я мэр города, я не повернусь спиной к тем, кто ищет лучшей жизни. Мы не будем тратить время нашей полиции на выполнение ошибочных указаний федеральной власти. Угроз лишить нас федерального финансирования мы не боимся. Конституция США на нашей стороне». Введение налога на мексиканские товары будет означать, что США де-факто выходит из договора о зоне свободной торговли в Северной Америке. Там еще Канада. Трамп все равно собирался это сделать. Как уже подписал указ о выходе из другого соглашения, транс-тихоокеанского партнерства, столь активно продвигаемого в свое время Обамой. По мнению экономистов, это в большей степени на руку Китаю. «Решение США уйти из коммерческих сделок в общем пространстве Азии разочаровало Японию, Вьетнам и Малайзию, которые рассчитывали на это соглашение как на защиту своих экономик от Китая. И это открывает окно возможностей для Китая, который теперь сможет быть более напористым и укрепит свои позиции лидера в системе мировой торговли. Если Китай воспользуется моментом и проведет либерализацию своей экономики, то он может стать недосягаемым лидером». Всю свою первую рабочую неделю Трамп посвятил отмене решения Обамы. Начал ликвидацию программы медицинского страхования, известную как «Обама Кер», разморозил строительство двух огромных нефтепроводов. Оба проекта предыдущая администрация остановила под давлением экологов и индейцев. Стоимость нефти и газа в неразведанных американских месторождениях оценивается экспертами в 50 триллионов долларов. И новая администрация не проще эти запасы распечатать. Он рванул прямо со старта. Людей, особенно не следящих за политикой, впечатляет его скорость. Прошла всего неделя с анаугурацией, а он уже многие указы подписал. Очевидно, что он разворошил осиное гнездо, вызвал болезненные реакции, но он как будто сидит со списком в руках и идет по пунктам. «Я говорил это? Сделал. Обещал это? Сделал». Протестующие ходят вокруг Белого дома с плакатами едва ли не каждый день, но безрезультатно. К протестам Трампу не привыкать. На следующий день после инаугурации почти полмиллиона человек вышли на улицы Вашингтона. На выборах победило зло. Революция начинается сегодня. Провозгласила со сцены певица Мадонна, прочитав эти слова по бумажке. «Да, я зла. Да, я в ярости. И да, я очень много думала о том, чтобы взорвать Белый дом». Мадонне потом пришлось оправдываться, мол, ничего такого не имело в виду. Феминистки, сексуальные меньшинства, экологи, правозащитники, сторонники абортов и сторонники ношения паранжи у всех нашлись свои претензии к президенту, только-только вступившему в должность и к тому моменту еще даже не успевшему ничего сделать. Казалось бы, что общего у всех этих столь разных организаций? Ответ Джордж Сорос. Именно такое предположение высказала в газете «Нью-Йорк Таймс» журналистка Асра Нумани. Чтобы лучше понять тех, кто вышел на марш, я не спала ночами всю неделю, изучая источники финансирования, политические установки и ключевые положения 403 групп, которые назывались партнерами митинга. Действительно ли это не партийный протест? Идя по следу денег, я сосредоточилась на документах миллиардера Джорджа Сороса и его благотворительной организации «Открытое общество», потому что мне стало интересно, есть ли связь между одним из крупнейших спонсоров Хиллари Клинтон и маршем женщин. И я выяснила, что связей много. Сорос финансирует или тесно связан с 56 организациями, которые вышли на акцию протеста. В информационном потоке вокруг Трампа очень много провокаций. Не случайно он так часто употребляет словосочетания фейковой новости, то есть не настоящие. Исследовательская компания IPSOS опросила 3000 американцев и выяснила, что 75% не могут вычислить поддельную новость, принимают ее за правду. Как, например, все поверили объявлениям о наборе протестующих против Трампа с почасовой оплатой. Телеканал Fox News нашел организатора. Он оказался не готов к допросу в прямом эфире и проговорился. Когда вы убеждаете такие газеты, как «Вашингтон Таймс», которые очень прямолинейные издания, опубликовать вашу ложь, зачем вам это? Ну, кроме того, чтобы самому разлиться. За этим ведь есть какое-то политическое заявление? Ну, я не знаю. В наши дни чертовски легко сказать что угодно в телеэфире, и все воспримут это как правду. И я очень удивился, насколько просто было получить освещение в СМИ в той мере, в какой получили мы. Я, кстати, не скажу, что это был обман. В конце концов, мы собрали 100 тысяч человек, которые приехали в Вашингтон противостоять тем, кто против Дональда Трампа. Последний вопрос, если позволите. Только честно. Вы правда думали, что мы купимся на все это? Я просто удивлен, что вы дали мне эфир. Удивительно. Это было во всех американских СМИ. Но сразу было понятно, что все это неправда. Спасибо, что пришли и хоть немного объяснили. До полуночи осталось две с половиной минуты. Ученые-атомщики из Чикаго передвинули стрелки так называемых часов судного дня на 30 секунд вперед. Это значит, что, по их мнению, конец света стал ближе. Связывают это с заявлениями Трампа о необходимости увеличения ядерного потенциала США и возросшей угрозы изменения климата. Тоже из-за действий новой администрации. Даже во время Рейгана часы показывали 23.57, хотя он призвал к полномасштабной конфронтации с СССР. А Трамп, как на этой неделе еще раз подтвердил в интервью Fox News, хотел бы попробовать наладить отношения Москвы и Вашингтона. Хотя бы на почве совместной борьбы с исландским терроризмом. Если мы поладим с Россией, то это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе вышибем дух из ИГИЛ. Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими. Возможно, у нас это не получится. Но мы будем пробовать. Проблема Трампа заключается в том, что он объединяет в себе очень разные сегменты американского электората. Очень разные. Даже противоположные. За него голосовали и те, кто хочет большей такой ястребинности, мускулинности, чтобы Америка всем грозила и так далее. И такие люди есть в его команде. И те люди, которые наоборот хотят, чтобы Америка поменьше вмешивалась во внутренние дела других стран, чтобы она прекратила большое количество войн, чтобы она уменьшила свои внешнеполитические обязательства и в Азии, и в Европе, чтобы она помирилась с Россией. А вот фондовые рынки, напротив, преисполнены оптимизмом. Один из важнейших показателей состояния экономики США, индекс Доу-Джонсов, залетел так высоко, как еще никогда в истории. Свыше 20 тысяч пунктов. Это значит, что рынки ждут из администрации Трампа только хороших новостей. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Светлана Козлова. 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 Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Светлана Козлова.